так еще один момент давайте сразу посмотрим помните говорил о том что нужно изначально мы настраиваем действие или процесс и затем не забываем назначать данный шаблон действия или шаблон комплексного процесса видом документов под администратором заходим по гиперссылке если кстати будет уже кому-то назначен одно назначение два назначения 15 назначения или не назначено будет написано в таком случае создаем давайте откроем уже существующие и делаем такое сопоставление что вот выбираем вид документа изначально еще выбираем внутренний документ входящий или исходящий поток и затем выбираем документ и шаблон или его шаблон тоже если есть и затем у нас уже есть подставлен на шаблон процесса в карточке которого мы сейчас находимся затем что такое условие допустим у нас есть один вид документ этом договор и мы хотим назначить допустим три разных комплекс процесса для одного вида документа но в зависимости от того какая организация из трех там будет указано документе по такому процессу мы хотим чтобы отправился наш документ то есть допустим если мы указываем главную организацию прописываем если прописываем условия что если указана главная организация то для такого вида документа где указана главная организация будет присвоен вот такой шаблон процесса для того же вида документа где указана организация финал номер 2 мы назначаем другой шаблон документ из каждый раз нужно делать новую запись. Записи в том случае у нас будут дубрироваться. Это будет видно здесь и будет видно, что для какой организации, например, да, или какие-то другие условия интересные, которые нам необходимо применить и задействовать. Так, и ну, видите, да, я немножко и организацию в условиях поставила, но на самом деле условия могут быть различными, они подбираются из уже условий маршрутизации, единый справочник для всех-всех условий, которые у нас есть, чтобы они хранились в одном месте. И тоже интересная вещь настройки для системы. Будет ли система автоматически запускать процесс после того, как, допустим, мы его зарегистрировали, этот документ, или после того, как создали, или будет просто напоминать нам, как пользователю, что мы не запустили допустить процесс. Давайте оставим вот эту опцию. Это очень полезно. Обычно часто используется, потому что обычно настраиваем таким образом по запросам заказчиков, чтобы пользователь сам выбирал процесс, который нужно запустить, но при этом потому что их может быть несколько, да, допустим, это на усмотрение инициатора, но при этом нужно, чтобы система напоминала ему, что пользователь не запустил ни одного, ну, как бы, не запустил процесс, в принципе, когда выходит с карточки документа. Это очень удобно. Запишем данное правило. И так. Ну что ж, давайте зайдем под нашим инициатором. У нас, как обычно, Великанова. Зайдем в меню, раздел документы и файлы, создать документ внутренний. В данном случае у нас заявление на отпуск. Создаем документ. Вот у нас уже, как видите, автоматически заполняется наименование документа. Вбираем организацию. Да, пожалуй, это будет плановый отпуск. Нет принадлежности к проекту. И все данные заполнены корректно. Файлы. Как видите, здесь уже есть шаблон файла. Давайте запишем данный документ. Возможно, будет заполнение. Окей. И проверим нашу фичу. Нашу, скажем так, не доработку, а наши правила. То есть, нам система напоминает, что пользователь, перед тем, как мы выйдем из карточки, давайте-ка запустим процесс. Вот для этого документа рекомендуется запустить вот такой процесс. Собственно, воспользуемся подсказками системы и откроется окно запуска процесса, где предусматривается, что пользователь проверит данные и запустит процесс. Обычно стараемся делать так, чтобы пользователю не приходилось ручное что-то еще записывать, доделывать, добавлять согласующие, хотя это возможно. Мы запускаем сейчас процесс в виде схемы, поэтому здесь отражается прогресс, процесс в виде схемы. Вот сейчас мы здесь находимся и давайте стартуем. Как вы видели, вернемся, то есть у нас окошко закрылось, документ, ну все, мы в принципе делали свое дело, создали документ и отправили его в обработку. Давайте посмотрим теперь на наш документ в процессах и задачах. Что случилось у нас здесь? Генерировалось, мы видим, что здесь генерировалась задача для непосредственного руководителя Великановой. В данном случае это генеральный директор. Мы видим, что у генерального директора висит задача согласования за линия на отпуск. Окей. Если посмотреть эти схемы, можно увидеть, где сейчас в какой лечейке, в каком прямоугольничке находится прогресс нашего процесса. Пока он здесь. Давайте зайдем под Федоровым и посмотрим, мы сейчас находимся в карточке документа под инициатором. Давайте зайдем под Федоровым. в задачу меня и посмотрим, какие же задачи у нас есть на сегодня. Крайняя наша задача. И видим, что у нас краткая ссылка на карточку документа. Ссылка сразу на файл, который находится в документе. Можем его сразу открыть, посмотреть и, допустим, не согласовать или согласовать или согласовать с замечаниями. Но давайте также посмотрим, какие у нас еще есть варианты, в принципе, кроме как вот этих трех кнопок. Что мы можем еще сделать? Давайте откроем задачу полностью на все окно. Можем задать вопрос инициатору. Что это сделает? Это не выполнит нашу задачу, она останется висеть, но мы имеем такую возможность задать вопрос инициатору в данном случае документа и получить на него ответ. И что мы увидим? Мы видим, что вот эта задача у нас ушла из жирного шрифта полупрозрачной и это значит, что тут нашего внимания не требуется. Мы эту задачу частично отработали, но не закрыли. Но мы ждем по ней какой-то ответа, резолюции информации. Давайте зайдем под Великановой обратно, под инициатором и увидим, что во-первых можно посмотреть через сам документ, что по нему есть какие-то задачи, но понятно, что мы не будем как пользователей шерстить все документы и смотреть, где же нам задача пришла. Конечно же будем смотреть это из формы задачи мне. И вот у нас новая задача. У нас есть вопрос по опыту, который имеет ссылку в себе на данную задачу и данный процесс. Соответственно данный процесс привязан к предмету, к документу. ответим нашему директору и обратно зайдем под Фёдоровым ножом. Обновимся. И вот видите, появился плюсик небольшой. Это значит, что по задаче у нас появилась новая информация, на которую следует обратить внимание. Мы удовлетворены ответом. Видите, здесь хранится вся история. Понятно, что если пользователей много, вся история хранится с датами, с именами и с комментариями. Закрываем вопрос и в принципе это оставляет нас обратно с задачей согласования. посмотрим, что еще мы можем сделать в принципе с задачей. Можем ее перенаправить. Допустим, если вдруг что-то произошло не так, мы ошибочно получили задачу, мы можем ее перенаправить другому исполнителю. В этом случае она от нас уйдет и перекинуть на кого-то другого. Также мы можем создать подзадачу. Такой хитрый способ снять себя задачу и перекинуть на кого-то другого. но в принципе вы отстаетесь ответственной за задачу. То есть допустим много выборов. У нас нет времени заниматься согласованиями отпусков и в принципе у нас есть новый помощник, который легко справится с этой задачей или служба кадров или в данном стучке так зеленец конечно же не будем вставить. Она у нас тоже присутствует в процессе. Хотя давайте поставим зеленец и создаем подзадачу. Таким образом у нас получится опять задача выделена вот таким вот цветом. То есть это значит, что от нас пока ничего не требуется. Мы ждем какой-то информации, пока кто-то выполнит свои задачи, которые являются либо вопросами, либо подзадачами и так далее. давайте зайдем под нашим исполнителем зеленец. Задача у меня. И опять же как в видео у разных пользователей сохраняются отличные настройки по группировке и это хорошо, потому что каждый заходит в систему и уже знает как работать с утреакшим интерфейсом, который нравится именно Ильей. Так, нам нужна задача не согласования. Мы создали подзадачу. это у нас уже будет задача исполнить. есть исполнение. Окей. И видим подзеленец. Пришла задача исполнить заявление на отпуск. И соответственно информация по этой задаче. Обычно подзадачи они применяются именно для действия исполнения, когда у нас есть какой-то вопрос, который мы отправляем, допустим, в отдел информационных технологий, да, и они попадают автоматически руководителю. И понятно, что руководитель затем задачи пересылает, перепоручает своим коллегам-сотрудникам, и при этом хочет быть в курсе, как происходят, скажем так, как идут дела по этой задаче, хочет их видеть перед глазами. В таких случаях как раз используется исполнение и используется подзадач. Так, что мы еще можем сделать? Еще тоже есть такая возможность дать на другой задачи покажу. Нужно, чтобы у нас был указан где-то срок исполнения. Если у нас есть указан срок исполнения в каком-то из документов, из задач, из процессов, в которые нам нужно вложиться, и, допустим, мы получили такую задачу и понимаем, что по умолчанию мы не справимся, мы не сможем вложиться в эти сроки, и, соответственно, у нас есть возможность попросить согласовать перенос срока по данной задаче. Это называется у нас согласование переноса срока. и тоже создается подзадача на инициатора или ответственного по возможности освещения срока и так далее. Срок изменяется эквизитами и таким образом можем согласовать перенос срока по задаче. таким образом у нас вот эта задача, которая могла бы быть просроченной, не попадет в отчеты о просрочке и, скажем так, мы регламентированным способом запросили перенос срока на новую дату. что давайте доведем процесс до его логичного завершения. Обратно под Федоровым видим, что у нас есть новая информация по задаче, все наши вопросы, все наши подзадачи выполнены и можно выполнять задачи. что касается действия исполнения, нам как проверяющему поручили эту задачу исполнения, мы ее должны сейчас проверить, была ли отработана эта задача. Мы можем либо завершить, то есть ок, или вернуть на доработку пользователя сотрудника. И данная задача у нас согласование изначальное, исходное. Опять становится активной и мы можем ее выполнить простым нажатием кнопки согласованной. Давайте посмотрим, куда процесс двигается дальше. Это не обязательно, потому что по процессу документ обрабатывается и задача генерируется по факту уже с этого момента сам по себе. И контролировать этот процесс можно минимально всем сотрудникам, которые должны что-то пополнять по задаче, им автоматически генерируются задачи и маркетизируются на следующего согласующего или исполнителя. когда мы открыли документ и посмотрели, что происходит, и увидели все, что мы сейчас делали с подзадачами, с вопросами, конечно же, отражается в процессе истории обработки. жирным шрифтом видим задачи, которые актуальны. Это действие, а это задача. Зеленой галочкой у нас в данном случае согласование прошло успешно и отображается. И тут тоже галочки задачи исполнения берегу. Давайте в принципе вот тоже интересно. Вот этот этап ознакомления, если мы не успеем ознакомиться с результатом согласования, ничего плохого не произойдет, процесс на этом не застопорится. Он пойдет дальше. Он уже пошел дальше и сгнилировал дальнейшие задачи. Давайте посмотрим, как это выглядит на схеме. на схеме это выглядит вот таким образом. То есть мы прошли уже старт, согласование, позатрение и сейчас видим, что две задачи, которые должны выполняться параллельно, они и ушли. И таким образом в принципе и происходит отслеживание и работа с задачами, которые созданы в виде таблицы и схемы и любой длины и скажем так, сложности и интересности. Так можно сказать. Мы разобрали, что видят пользователи в своей работе, какие есть возможности. И сейчас хочу показать еще одну вещь, которую у нас есть по плану и которая очень интересна. Также мы с вами посмотрели функционал, что программа может нам предложить из функционала, какими инструментами мы можем пользоваться для создания своих процессов обработки документов, тех процессов, которые у нас происходят и наши уникальные. Но а как же быть, если мы взяли базу документа оборота, нам ее продемонстрировали, мы ее приобрели и вот она у нас стоит. Что же дальше делать-то? у нас допустим как в организации нету каких-то зафиксированных процессов, как оно все должно происходить, а как сейчас происходит, в принципе никто и не знает. Ну как-то в почте работаем, ну как-то же справлялись до этого. Вот все. Что в таких случаях делать, чего нельзя делать? Наверное стоит начать с того, что есть часть запуска базы документа оборота сугубо настройками, здесь может справиться там, ну наверное любой, да, то, что разобраться в программе, настроить ее и все, процессы вот как конструктор лего у нас будут все отрабатывать. Но у нас еще есть задача одна, которую нужно обязательно решить перед тем, как даже приступать к комбатизации и работе с процессами. Нам нужно собрать информацию, как сейчас это происходит, посмотреть, что можно улучшить, что можно шаблонизировать с учетом того, что есть документы, которые существуют в бумажном виде исключительно, есть документы, которые существуют в электронном виде исключительно, документы, которые существуют и так, и так. Есть здесь на самом деле масса нюансов и это можно так обозвать метод проект и построение методологии поведения документа оборота у себя в организации, если его нет, регламент четких, и затем уже двигаться именно к настройке. Но 1С документа оборота пошел даже дальше и по факту и в проф и в корп всех версиях нам предлагается такая интересная опция. Здесь кстати может зрителям и наш администратор. У нас есть в разделе настройка администрирования вот такой сервис установка типовой методики документа оборота. Что это значит? Это значит, что в системе ну тут кстати очень классные подсказки это значит, что в системе будут созданы практически все необходимые данные не то, что данные а документы процессы некоторые алгоритмы работы нам будет легче с нуля скажем так запустить нашу базу и привести к порядку то, что ранее там допустим было хаосе. Можно посмотреть, выбрать некоторые опции, начать установку и по итогу нам система скажет, что было создано и что нам нужно еще сделать. Система создает процессы, шаблоны процессов, шаблоны комплексов процессов, но при этом нам останется заполнить исполнители. это будут не те шаблоны процессов, к которым мы привыкли как у себя в организации, а это будут как раз эти типовые шаблоны шаблоны если так можно видеть штрафтология, но если так можно сказать, это будут типовые шаблоны для обработки документа. Вот каким образом они построены. Есть у нас три потока документов внутренние, входящие, исходящие. Для каждого такого потока документов есть свой определенный тип процесса. Внутренний документ у нас начинается с того, что мы его создаем. Создаем проект документа, генерируем, затем мы его отправляем на согласование у коллег, согласование с коллегами, с руководителями и так далее. После того, как обычно документ внутренне согласован, он подписывается и регистрируется. и затем что было в документе нужно исполнить. И затем списать в дело, если это применимо для документов, которые существуют в бумажном виде или в смешанном. И здесь как раз передана краткая схема, как это в данном случае будет происходить в типовом документообороте, если вы установите типовую методику. Входящий документ ждет такая история. Изначально документ входящий к нам приходит, проходит через, допустим, секретаря. Секретарь рассматривает, просматривает, вводит систему, сканирует, подкрепляет, регистрирует и затем отправляет на рассмотрение. Обычно это, ну, скажем так, первичное рассмотрение обычно приходит уже здесь на приеме и первичной обработке. Какой-то спам, рекламация, возможно, не будем рассматривать. Тут уже на совести секретаря или этого, обрабатывает. И затем документ вносится в систему, регистрируется, отправится на рассмотрение и затем, если нужно, по итогу рассмотрения назначаются исполнители по задачам, поручениям, если нужно. Ну, и списание дела, это для того, чтобы отразить на нократуре делал. и исходящий документ у нас практически похож, да, исходящий, исходящий. Создаем проект документа, согласовываем, подписываем, регистрируем и отправляем. При этом, что у нас исходящий документ может быть создан в ответ на входящий документ. На основании исходящего, там, на основании входящего документа может быть создан внутренний документ, основание внутреннего может быть создан исходящий. тут есть возможность отрежать такие схемы в системе для того, чтобы наладить работу у себя на предприятии. Я надеюсь, данный вебинар был полезным для вас и думаю, что будем проводить либо продолжение, либо что-то новое по линейке вебинаров по документу оборота, поэтому следите, пожалуйста, за нашими рассылками и расскажем, когда и расскажем, когда будем проводить следующий вебинар и также темы. Что ж, всем спасибо и до новых встреч, жду вас на следующих вебинарах. Спасибо за просмотр!